Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Ильяна Шабурникова, а я золотой директор компании Арифлейм. Уже около 10 лет занимаюсь этим бизнесом, уже пошел, по-моему, 11 в этом году, то есть такой юбилей своеобразный. Но чуть-чуть подробнее обо мне будет завтра на презентации. Сегодня мы поговорим с вами о методах работы в интернет. Я хочу немножко собрать в целое, в единое и подытожить какую-то общую выборку, сделать по разным методам. Поскольку, ну вот, например, вчера был шикарный вообще вебинар по Инстаграм, там было прям так конкретненько по полочкам, да, что можно подробненько достаточно. А у нас сегодня мы затронем тему Инстаграм, затронем тему Контакта и затронем тему работы по резюме, но в общем. И поэтому, может быть, еще тем, кто не начал рекрутировать или же не знает, с чего начать, это будет в первую очередь полезно, чтобы определиться, да, и сделать для себя выбор. Я всегда вообще рекомендую начать с какого-то одного метода и понять, он нравится или не нравится, поставить его на поток и потом уже что-то еще добавлять. Потому что, ну, бывает, особенно если человек не очень ориентируется в интернет, в компьютере, боится компьютера, не знает, куда нажать, то возникает страх, ой, я не знаю, что в интернет делать. Поставьте плюсики, кто с этим сталкивался, может быть, у вас новички такие есть, которые, ну вот, а я не знаю компьютера. Вот, ну, в принципе, вебинары, думаю, полезен будут всем. Значит, вы заготовьте вопросы, если какие-то будут вопросики, то по ходу дела тоже пишите, постараюсь ответить. Значит, я вот освоила последние, можно сказать, года два, я параллельно с оффлайном осваивала еще и онлайн, занималась разработкой сайта, то есть у меня есть два сайта, один по wellness и один общий, общий. Ну, о сайтах мы сегодня, наверное, не будем говорить, а то мы вообще отсюда не уйдем. Вот, и занималась изучением различных методов, кто как работает. И, в общем-то, склоняюсь сейчас к тому, что очень-очень много вебинаров, наши коллеги, на самом деле, очень, ну, сейчас, в принципе, никто не скрывает своих методов работы. И основное все дается, часто повторяется, ну, порой слушаешь вебинары, какие-то новые фишки все равно слышишь. Ну, и здесь, я так понимаю, секрет не в том, чтобы какую-то фишку применить. Не важно, какой метод вы будете применять, важно вот понять, что, как бы, основной алгоритм прописать для себя какие-то действия систематичные, каждодневные и в течение, как минимум, года отработать этой методикой. Не важно, чем вы будете работать, контактом или инстаграмом или резюмешками, да, то есть каждый выбирает для себя какой-то комфортный метод. Может быть, у кого-то фейсбук, у кого-то одноклассники, у кого-то твиттер, кто-то в перископ пошел, да. То есть множество всяких разных вариантов, но здесь важно, понимаете, не искать какую-то волшебную таблетку, да. Важно просто поставить это дело на поток и очень часто просто не хватает количеством, да. То есть нужно брать, здесь нужно брать количеством. То есть это первый шаг. И второй шаг – это уже сопровождение. Чтобы люди развивались в проекте, их нужно подхватывать, их нужно сопровождать, с ними нужно коммуницировать. Это тоже очень-очень важно, но сегодня мы тоже об этом не поговорим, потому что это отдельная такая, отдельная большая глубокая тема. Значит, скажу еще в общем, что такое инстаграм, что такое контакт и работа по резюме. Вот я для себя сейчас больше принимаю работу по резюме. Почему? Потому что, ну скажем, это самый быстрый метод, я считаю, так. Про работа с инстаграмом какое-то время, про работа с контактом какое-то время. Я понимаю, что работать по резюме проще, быстрее, эффективнее. Ну, здесь есть небольшая такая сложность, да, если вы не привыкли говорить, то будет нужно потратить больше усилий на то, чтобы отработать текст и, ну, как бы привыкнуть к этому методу. Чуть больше уверенности в себе он требует. Мы подробнее остановимся на этом методе дальше. Значит, это по поводу работы с резюме. А работа в контакте, значит, есть разные подходы. Кто-то работает методом спама, кто-то работает методом продвижения личного бренда. В чем разница? Метод продвижения личного бренда, то есть здесь нужно постоянно что-то придумывать, каждый день какие-то посты размещать интересные, желательно со своими личными картинками, фотографиями вернее, что-то делиться какими-то мыслями. Это бывает, ну, сложновато тем, у кого нет публичной жизни, допустим, кто сидит чисто целиком дома. Но, правда, такие случаи редко встречаются. Даже если это мамочки с детьми, которые сидят дома, наоборот, этот аккаунт еще даже проще раскрутить, потому что все время как-то вот сфоткать малыша, что-то, что происходит вокруг тебя, да, то есть это всегда можно, просто, ну, к этому нужно привыкнуть. Работа по продвижению личного бренда в соцсетях – это более длительный процесс. То есть я развиваю личный бренд, и уже не первый год. А сейчас уже идут лайки, я выставляю фотографию, то есть я смотрю там, порой пишут комментарии люди, которых я даже не знаю, откуда они попали там на мою страничку, потому что у контакта тут, когда вы размещаете свой пост, какую-то фотографию, то ее видят ваши знакомые и знакомые ваших знакомых. То есть очень большой такой вот царафанный охват, да, и к вам на страничку порой могут прийти люди, достаточно такого, из большого окружения. В этом, как бы, я считаю плюс. Но в любом случае развитие личного бренда в соцсети, неважно в какой, на это требуется время. И, вы знаете, нужно поймать вот эту вот свою какую-то струнку, да, нитку, ниточку, как вы будете вести. То есть это ни в коем случае не открытые призывы там, да, пойдем в Арифлейм, пойдем со мной. То есть, ну, тоже отдельная тема, да, наполнение страничек и продвижение личного бренда. На нее можно отдельно целый час, а побольше говорить, можно и целый день говорить. Вот, ну, как правило, это все-таки что-то интересное, что происходит в вашей жизни. Чем вы занимаетесь, и это должно быть неоднообразно. То есть на данный момент людей приковывает вот что-то вот. То есть, в принципе, ну, тут надо еще понимать, на что вы зовете. Да, если вы зовете на стиль жизни, то вы показываете стиль жизни. Если вы зовете только на косметику, ну, да, вы какие-то полезные советы по косметике выкладываете. Но все равно, если на вашей страничке будут только-только полезные советы по косметике, ну, вы исключаете аудиторию ту, которой это неинтересно. Лучше как-то это миксовать, да, смешивать. Вот, поэтому, но в любом случае, личный бренд, на личный бренд приходят люди, которые чем-то интересуются, которые сначала могут с вами познакомиться. Ну, например, там, вы любите здоровый образ жизни и фитнес, да. Сейчас это направление набирает обороты. Вы просто делитесь, что здесь вы в парке побегали, свою красивую фоточку, новый там, новый костюмчик, какой-то полезный рецепт из питания, солнышко и там какой-то, ну, что-то вот такое вот как-то, да, включаете. У вас на страничке начинают появляться люди, которым это тоже интересно, особенно вы, если таких приглашаете. И иногда там какой-то пост упал там по поводу какого-то бизнес-проекта, да, что-то. То есть кто-то поинтересуется, спросит, что у тебя там еще, ты что-то там скидывал такое интересное. Или же, если вы с человеком налаживаете контакт, с ним общаетесь, рано или поздно все равно он спросит, чем ты занимаешься, ну, или как-то можно его к этому подвести. То есть, скажем так, контингент людей здесь постепенно набирается, да, но многие присматриваются постепенно к вашей страничке, а потом, может быть, спустя год или два могут написать, ой, ты знаешь, вот я как-то за тобой давно наблюдаю, но что-то вообще было некогда, а сейчас вот уволилась с работы, и я смотрю, ты чем-то интересным таким занимаешься, рассказывай. То есть это я не просто так вот говорю, да, это на самом деле, а порой приходят лидеры именно на это. И скажу так, лидеры, люди самодостаточные, которые уже с каким-то опытом, с багажом знаний, они, скорее всего, именно так и придут, чем если их в лоб пригласить, сказать, что тут у меня какой-то бизнес-проект, особенно если мне умело как-то пригласить, они могут отказаться от прямого предложения, но понаблюдав за вашим аккаунтом, если правильно раскручивается личный бренд, то со временем они придут именно к вам. И знаете, чем ценные эти контакты? Именно тем, что эти люди, они пришли именно на вас, и они от вас уже никуда не уйдут. То есть вот это вот очень важно, поэтому личным брендом я все-таки занимаюсь, да, постепенно, плавненько. Вот, ну, как заниматься личным брендом, это отдельная тема. Также в ВКонтакте, в Инстаграме работают методом спама. В общем-то у нас сейчас в уставе компании есть пунктик, где мы не имеем права работать спамом. Что такое спам? Это когда мы что-то кому-то пишем, ну, то есть, допустим, человеку зашли на страничку и пишем, привет, приглашаю в бизнес-проект, хочешь денег заработать? Ну, что-то типа того. То есть открытое предложение массовое сразу, если у вас этого не запрашивали. Это портит имидж компании, и из-за этого некоторые люди, я думаю, вы замечаете, что порой тоже сталкивались с тем, что кто-то пишет, что нет, меня уже достали. Только не это, да, и категорично отказываются рассматривать такое предложение. Кто-то наоборот говорит, слушайте, пять раз мне уже предлагали, ну ладно, давай рассказывай. То есть здесь, ну, как бы палка от двух концов, но в любом случае, как бы частично, конечно, спам, он создает отрицательную репутацию, и, ну, тоже метод, который дает результат, в общем-то, да, поэтому здесь вы выбираете сами. Значит, по поводу работы по контакту, да, сказала, то есть личный бренд, либо спам, и охват, большой, самый большой охват, наверное, это сейчас ВКонтакте. Она такая вот универсальная, многофункциональная, много чего можно сделать ВКонтакте, и посты, и репосты, там, и лайки. Вот. Про Инстаграм хочу сказать так, что это более новая уже сеть, да, в ней меньшее количество пользователей, но, собственно, тоже какое-то время понадобится на раскрутку, и тоже в ней работают двумя способами, да, то есть это лайки, это либо комменты. Ну, давайте, ладно, давайте по отдельности теперь, по каждому методу пройдемся, да, такие вот краткие, как бы, слайды, в общем, я сейчас заготовила по работе ВКонтакте. Какой алгоритм примерный, да, что вообще делаем. Создаем рабочие странички. Страничек я рекомендую, минимум 10. Неоднозначно сейчас, как-то я услышала последнее время, что ВКонтакт начал банить вообще без объяснения как-то, но забанили, значит, забанили, да, то есть вы рассматриваете рабочую страничку, как рабочий инструмент. Я создаю обычно странички на реальный номер телефона, чтобы можно было ее восстановить, если вдруг заблокировал кто-то. Но рекомендую 10. Почему 10? Потому что составляется сеточка определенная, в которой прописывается, что вот сегодня вы этими тремя страничками делаете приглашение в друзья, а эти три у вас там на отдыхе, а эти три у вас отвечают на сообщения. Ну, то есть вы составляете сетку задач, что какой аккаунт делает. Они должны отдыхать. Причем отдыхать лучше, чтобы они отдыхали как-то хаотично. Я заметила, что, ну, думаю, что вот эти вот алгоритмы, их в соцсети сейчас пытаются словить, но иногда можно попасть просто вот под, ну, не повезло, как говорится, да, то есть чистку. Иногда смотришь, вот раз ты попала там все пять аккаунтов на бан. От чего это зависит? Ну, иногда просто соцсети запускают такую вот глобальную чистку, и раз там поставили что-то на фильтр. У меня такое было. Пять аккаунтов заблокировали. В общем-то, не смогла даже их отстоять. Почему? Потому что размещала объявления в группах, рабочие группы были для объявлений, как раз-таки для таких. Я не нарушала никакие лимиты там, да, по несколько всего лишь объявлений сделала, не массово. Ну, вот они увидели и забанили. То есть сказали, что, ну, ну, вы делаете что-то не того, как-то вот. Я говорю, да вот в этом аккаунте, в этой группе куча сообщений, где каждую минуту один и тот же человек выкладывает откровенно, еще хуже под, чем у меня, у меня нормальный адекватный пост, а вы вот меня что-то баните. Ну, вот вам не повезло. То есть вот как-то все-таки есть у них какие-то скрытые ходы, которые порой нам не объясним. Поэтому, ну, создали аккаунт, создали. А со своей основной странички, вот есть у меня страничка, на которой раскручиваешь бренд личный. С нее никаких вообще, никаких, ни в коем случае спамовых действий не делаем. Я знаю людей, которые даже заходят с разных IP на основную страничку и на рабочие странички. Вот я как-то до смены IP пыталась освоить программу, но что-то у меня не очень это как-то пошло. То есть я захожу с одного телефона, с одного браузера. Кто-то, вот у нас я знаю, что Юля, включает даже авиарежим на телефоне и чисто с телефона, как бы вот в интернете, у нас же в сим-карте есть интернет, и заходит на разные аккаунты, во всяком случае в Инстаграме, с авиарежима. То есть это тоже дает какую-то смену IP, ну, я так не страхуюсь, да, то есть у меня как-то пока еще не попадало таких массовых блокировок, потому что я, если работаю какими-то разными методами, я делаю это, ну, как бы, понятно мне порядке, но хаотично по отношению, вообще вот как бы, ну, сложно алгоритм отследить. То есть, например, там могу три аккаунта сегодня, завтра, послезавтра приглашать друзья, потом на неделю их оставить, переключиться как-то на Инстаграм, да, то есть, ну, какое-то главное, чтобы у вас в голове был некий порядок. Итак, значит, создаете странички, ну, вы смотрите, сколько вы сможете охватить, да, сколько вы сможете проработать, я рекомендую минимум 10. Настраивайте их, ну, у меня вот отдельный, например, курс по контакту есть, там пошаговые, приходят письма, что, как делать, где я показываю, прям инструкции, ну, вот, и там это все понятно. То есть, настраивайте, добавляйте туда разные фотографии, пишите, из какого города ваши интересы, там, и так далее. Примерно 5 дней они проходят модерацию, вы ничего ими не делаете, отложили их, а потом постепенно добавляйте в друзья, чтобы добавлять в друзья людей, вы можете чат прокачки наш использовать, то есть, скинуть туда, ребят, добавьтесь там в друзья. Когда у вас будет минимум 50-70 человек в друзьях, тогда уже можно начинать с этим аккаунтом работать. Вот примерно так, да. Наполняя и контент должен быть. Что такое контент? Это наполнение вашей странички, то, что вот на вашей стене, да, находится. Кроме того, что фотографии должны быть минимум 10-15 и несколько альбомов с фотографиями. Еще и контент на страничке, то есть, когда ее прокручиваешь, вот эту вот ленту, да, она не должна быстро прокручиваться, и что все закончилось. То есть, тогда видно, что ваш аккаунт, ну, как бы левый. Вот, чтобы вот крутил несколько раз, там, раз 10 прокрутил, что-то там добавляется. Поэтому я поначалу, когда создаю, я из других групп просто делаю репосты, а потом несколько своих фоток, несколько своих альбомов накидала, а потом уже выкладываю контент. Причем, когда контент делаю, я открываю в браузере с помощью Multiflux сразу несколько страниц, и один и тот же пост, может быть, с разными фотографиями, либо чуть-чуть поменять, я выкладываю на разные странички с интервалом по времени. То есть, сегодня я этот пост разместила на этой страничке, через неделю размещаю на другой страничке этот пост, есть отсроченный тайминг, вы это знаете, да, вот, и так далее. Срочным таймингом, в общем-то, один раз посидел, потратил на это полдня, и ты на неделе-две уже забил себе, как бы эти посты, они отражаются. Вот, значит, и когда у вас уже это выполнено, то есть, минимум 50-70 человек в друзьях и страничка прокручивается нормально, вы можете уже начинать добавлять людей в друзья, можете по своему городу, либо по тем городам, по которым вы хотите поработать, ну, и лучше из целевых групп. То есть, если вы разместили пост о здоровом питании, то заходите в группы по здоровому питанию, из этих групп набираете людей. Ну, как-то более активно они так добавляются, когда видят, что есть общие интересы, им интересна ваша страничка. Вот, значит, также, что еще можно делать ВКонтакте? Можно периодически делать репост баннера, если у вас есть рабочая группа, ну, либо наша группа, шаг вперед, да, либо ваша, может быть, группа, да, то есть некоторые еще группы создают ВКонтакте, в ней делают описание проекта, из нее делают репост баннера. Или же есть такой метод, что есть одна, как бы, основная страничка, на которой личный бренд, есть рабочая страничка, на которой как раз-таки рабочий баннер выложен. И с этой странички вот репост рабочего баннера делают на другие рабочие странички. То есть, можно так. Значит, лайками вы привлекаете внимание к своей страничке. Актуально работать лайками, если у вас на страничке есть баннер приглашения, либо прокачка личного бренда идет. Тогда, привлекая людей к себе на страничку, они посмотрели, им понравилось, они к вам добавились в друзья, поставили какие-то комменты, завязалось общение. Значит, в идеале, конечно же, не писать сообщения. Когда я писала сообщения, сейчас этим не занимаюсь, в принципе, нет времени, ну и как-то, наверное, не очень мне интересно стало, потому что не очень целевая аудитория, понимаете, чем еще не актуально писать предложения. Например, набрала людей в друзья, несколько дней у меня походила программа и набирала друзья. В общем, набрались у меня люди в друзья. Беру, я не тушу сообщения. Из где-то 100 сообщений, предложений, мне порядка 10 человек откликались. Ну, из них порядка 5 говорили, да. Но все равно потом приходилось их вылавливать, по этим аккаунтам ходить. То есть, это люди не целевые, они не ищут работу. Они, ну, в принципе, может быть, но любому из нас предложат дополнительный доход, как бы кто же откажется, да. Но им не так нужны деньги, чтобы ради этого как-то напрягаться, да, и они, ну, поуговариваются там меня и так далее. То есть, у меня вот такое вот сложилось впечатление. Вот, я перестала писать сообщения, я начала работать больше личным брендом. То есть, и в минус не работаешь, и устав не нарушаешь, да. Вот, и как-то вот лучше общаться с теми людьми, которые сами зашли к тебе, поставили лайк, поставили плюсик, вот с ними уже ты начинаешь общение. Ой, здравствуйте, спасибо, там, а чем? Какую-то общую тему нашли. Сначала пообщались на общую тему, сделали какой-то комплимент, что-то спросили, там, а какое отношение вы имеете там к этому проекту, или вот к этому, а я вижу, вы из той группы добавились, а вы интересуетесь вот чем-то тем, а вот у меня там сейчас такой проект запускается, там, здоровое питание, да, бесплатный вебинар будет. Ну, что-то какую-то нашли, общую тему, и постепенно вот связывается разговор, о чем вы занимаетесь, там, со временем уже можно спросить. И уже потом, как бы, когда в процессе общения вы ему делаете предложение или вопрос, да, изначально вообще, как у нас по правилам, ой, по методу 5 шагов успешной коммуникации, да, мы сначала выявляем потребности, потом уже делаем предложение. То есть выявили потребность, что человеку интересно, он интересуется какими-то проектами, или хочет заработать, нужно делать в этом предложении. Вот, как-то так оно получается. Да, нужно напрячься, да, нужно придумать интересный пост, да, это заставляет задуматься о том, где взять интересную, хорошую фотографию. Но, тем не менее, это более качественно, и здесь приходят более уже такие люди, как бы, заинтересованные, да. Вот. Также, что еще? Вот здесь вот написал, да, слово «аррифлейм» на английском, «аррифлейм» на русском, периодически идут чистки. Если вы 5 раз написали слово «аррифлейм» в тексте, и вдруг вас не забанили, это не означает, что дальше все пойдет так хорошо, да, рано или поздно. Знаете, как бы с первого раза не забанят. А когда периодически, же кому-то тоже не нравится что-то, да, могут люди пожаловаться на вашу страничку. Накопительный эффект срабатывает и могут окончательно забанить без возможности восстановления страниц. Вот. И причем, если начнете еще и бодаться, могут по айпишнику отследить вообще все ваши аккаунты вплоть вместе с основным забанищем. Поэтому здесь как бы... Вот слово «аррифлейм» стараюсь не использовать. Скидываю какой-то в итоге ролик с «аррифлейм», да, там, с банкета директоров. Например, он короткий, но дает сразу понять что-то человеку. Можно картинку скинуть, да, опять же, кстати, если вы картинки, не текст пишете, а картинку скидываете, то картинки вы можете легко сделать в PowerPoint, и они должны быть уникальны, больше. Ну, там, 50 раз одну картинку отправили, потом измените ее, другую отправьте. Не надо одну и ту же тысячу человеком отправить. Тоже за однотипные, одинаковые действия соцсети вас начинают банить. Если у вас раскрученная страничка, ваш лимит больше. То есть вам позволено больше, скажем так, да. Поэтому мы друг друга ставим лайки, тоже добавляемся в чаты прокачки, там раскручиваем свою страничку и так далее. Вот, то есть это вам сыграет в плюс на расширение лимита. А еще такую лазейку мы нашли. Слово «аррифлейм» писали не английским, не русским, а греческим языком, там, испанским. Если залезть в настройки компьютера, а можно найти язык другой. И вот этим языком еще вот как бы проходило без бана. Вот, то есть так вот может быть хитрость тоже вам. Значит, ну а что же дальше с этими людьми делать? Порой люди, вот что меня вымораживало, почему я перестала, наверное, работать с контактом, инстаграмом, потому что они пишут, ну, напишите что. И ты начинаешь с ними переписываться. Вот у меня, честно говоря, нет времени на переписку. Ну, какие-то шаблоны вы можете заготовить, однотипные ответы людям, там, два-три ответа. Ну, как бы я в двух словах там пишу, раскрутка интернет-магазина или продвижение бренда, или там что-то, да, менеджер по персоналу. Вот, и пишу, что я рассматриваю вакансию по телефону, мне нужно с вами пообщаться. Это экономит время, я готова с вами пообщаться в скайпе и в телефоне. Ну, дальше уж человек, как бы, если пишет, что ему там в телефоне удобно или в этом удобно, то мы уже, как бы, выходим с ним на связь, да. Перепиской долго лично мне неудобно, общаться просто даже нет на это времени. Да, вот. В конце концов, ну, как бы, ну, не готов человек что-то сделать, чтобы пообщаться, ну, значит, не готов, значит, не мой человек. А то, знаете, как, можно 2-3 часа потратить на переписку, и, ну, как бы, толку из этого. Человек, которому надо выйдет, найдет возможность установить скайп или по телефону даже спокойно по вайберу, по ватсапу пообщаться. Вот. Значит, да, вот Светлана как раз про вайбер и скайп только что сказала. И, как бы, подытожить, да, хочу сказать, что в любом случае ваш бренд и ваша интересная страничка, да, это нарабатывается дольше, но это и есть самый эффективный рекрутик. Это то, что будет вам приносить, как бы, вы запустили этот механизм, и он, как вот, раскручиваете этот вот маховик, да, постепенно, потом ваш иммерс будет уже работать на вас. Поэтому обязательно думайте, что вы выкладываете на своих страничках. Любые всякие вещи, старайтесь выкладывать что-то где-то, солнышко там себя, селфи. Очень популярно, на самом деле, просто свое селфи на фоне чего-то, вот. И, ну, чтобы не размазанное оно было все-таки, да, как-то так. Ну, вот сегодня у нас визаж был, мы накрасились девчонкам, потом и нафоткались, говорю, ну, а что вы хотите? Вот как-то так надо осветить, чем занимались сегодня. Знаю, что команда, тусовка, там, проект какой-то. На какие темы вы можете выкладывать посты, да, те, которые вам интересны. Вот я увлекаюсь, например, путешествия, здоровый образ жизни, визаж, бизнес, взятная прокачка команды. Ну, вот пять, наверное, основных, что-то, может быть, еще вспомню. Вот, то, то есть вот эти вот темы по очереди что-то выкладываешь. Репосты старайтесь, ну, немного репостов делать. Иногда делаю репосты из каких-то групп, там, типа бизнес, нуля, если в этой группе нет рекламы. Или там здоровый образ жизни, опять же, если нет, там рекламы. Ну, просто как бы, чтобы разбавить. Но большей частью стараюсь что-то писать от себя, или же могу зайти в какую-то другую группу, взять умную мысль, скоммунизить ее, ну, либо просто перепечатать, либо чуть-чуть переиначить и по-своему дать, если вы не знаете, где брать контент. Вот, теперь давайте почитаю, что вы здесь написали, чтобы по ходу дела, о чем еще не сказала, чтобы это прокомментировать. Сколько можно одинаковых смс писать? Это, Вилен, ты имеешь в виду, если в ВКонтакте пишешь сообщение? Ну, у меня 70 прокатывало. Ну, опять же, скажу, хаотично. По-моему, и соточку даже я делала с одного аккаунта. Но это не каждый день, да, по идее. В ВКонтакте, ну, чтобы вы имели результат, в общей сложности сколько нужно? Ну, где-то 500 человек, минимум 500 человек у друзей в день добавлять, и, ну, где-то 200 предложений в день делать. Тогда у вас будет 1-2 регистрации в день. Естественно, это не с одного аккаунта. То есть, ну, в принципе, может быть, там, со временем вы освоите разные методы, и у вас будет часть с Инстаграма, часть по ВКонтакту, часть по Одноклассникам, но суммарно где-то 500 людей добавляете в друзья, и где-то 200 предложений в день. Ну, соответственно, меняются все время алгоритмы. Вот говорю, 100 прокатываю. Сейчас не знаю, прокатит. Если ты будешь одним и тем же постоянно, одно и то же. Все время, кстати, есть разные сообщения, если вы уж что-то пишете, да. Есть сервис, я его, по-моему, скидывала вам, который дает антиспам. То есть, он меняет, там, заменяет буковки, и чтобы фильтры вас не ловили, что одно и то же однотипное сообщение. То есть, я конкретно беру, уж если что, шаблон беру, и этот шаблон прогоняю через этот сервис, он чуть-чуть меняет слова, потом его дальше отправляю группе. Последняя информация была, что вообще 5 одинаковых сообщений, и все, не больше. Поэтому здесь, ну, как бы аккуратненько. Сейчас четкие лимиты прямо сейчас я не могу сказать, потому что не работаю конкретно с мамой. То есть, знаю, что максимум контакт 50 человек добавляет в друзья, но лучше 50 не делать, где-то 45, лучше, там, половину утром, половину вечером в течение дня. И вот лучшие целевые группы, это да, точно. Сколько лимит по сообщениям, ну, за спам банят. Под какую активную политику фильтров попадете или не очень, то есть, ну, здесь уже как повезет, да. Дальше. По поводу, я не совсем поняла, что может быть, не может быть личной страницей. Вот моя основная страница, на которой я продвигаю личный бренд, с нее ничего, никаких спамов в действии. Я с нее могу там случайно иногда 5 человек добавить в друзья, через друзья друзей, и так вот, ну, практически там ко мне каждый день напрашиваются люди в друзья. Вот. Кстати, если вы будете не всех добавлять в друзья, а часть людей оставлять в подписчиках, и будете видеть больше 100 подписчиков, если у вас будет, то вы будете видеть статистику вашей странички, и, в принципе, это может вам помочь отследить эффективность ваших постов. Хотя порой вот непонятно, вроде выложил, совершенно не должен был пост вызвать такую реакцию, я там раз смотрю 50 просмотров. Вот. Ну, где-то совсем мало, где-то совсем много, да, то есть, порой не угадаешь. Ну, вот вы так можете отследить, какие посты на вашей странице больше вызывают интереса к себе, какие меньше, в какие дни у вас больше списки были. Вот. Но именно спамовых абсолютно никаких, даже слова Reflame, нас, допустим, Наташу забанили окончательно страничку, основную, то, что она вот именно со своим консультантом уже, то есть, человек зарегистрировался, знакомая, и она ей просто вконтакте объясняла смысл бизнеса, то есть, как-то там общались они просто, да, понятное дело, что, ну, как бы, тут не пожаловался никто, ничего. Ну, а вот ее за это сообщение почему-то решили забанить, вот так вот по фильтру попал, называется. Вот. Поэтому здесь, ну, вот, аккуратнее с этим. В Инстаграме за сутки 100 человек добавляется. В смысле, Галина, почему вы так решили? К вам, на вас подписаться могут 100 человек? Или вы можете? Вы-то можете и на тысячу подписаться. Сейчас перейдем к Инстаграму, там свои лимиты. Так, революционеры. Да вот как-то мы уже, похоже, немножко с контактом и с Инстаграмом мы уже припоздали на самом деле, потому что то, что работало два года назад, куча людей писали в личку, и это давало всплеск, то есть кто-то уже успел сливки собрать на этом, сейчас осваивают какие-то новые другие методы, а эти уже на самом деле отходят. В скайп вывожу человека, да. А, Галина, что вы имеете в виду, если тебе 50 или 60 лет? Ирина, где взять этот сервис? Какой сервис вы имеете в виду? Галина, селфи, если вам 50 или 60 лет, а что в этом страшного? Абсолютно ничего. Просто макияж аккуратный. Вы знаете, на самом деле телефоны, они несколько сглаживают, и на них не видно на самом деле так прям какие-то прыщики или морщинки, то есть как-то, я не знаю, то ли специально адаптированы телефоны под это, то ли, ну, гораздо более такие фотографии получаются. Нужно просто свой ракурс найти, в каком вам будет красиво. И это же не обязательно вот прям вот так фотографировать, да, чисто лицо. Вы можете на расстоянии себя сфоткать с той же самой селфи-палкой или просто попросить кого-то. Значит, ну, в общем, не стесняйтесь показывать себя. Вы в первую очередь лицо компании, вы приглашаете на себя люди, которые придут на вас, придут люди вашего возраста на вас, которым вы понравитесь, да, и это абсолютно нормально, то есть это все ерунда, ваши какие-то страхи. Просто берите подходящий макияж и что-то начинайте делать. Даже здесь можно как-то сыграть на каких-то тематиках, то есть как-то выделить свою целевую аудиторию. Вот, и на самом деле я не вижу никакой проблемы. 50-60 лет люди занимаются спортом, ведут активный образ жизни, ходят по балам и отлично выглядят. Я просто, ну, не знаю, кто как выглядит, но я думаю, что возраст – это абсолютно не причина, чтобы не делать селфи. Не бойтесь продвигать себя, продвигайте себя. А сервис, которым, которым… Давайте так, я в чат партнерский, но сервис – это еще раз после вебинара. Если вдруг забуду, то напомните мне, пожалуйста. Где смотреть просмотры? Так, ну давайте я вам сейчас демонстрацию экрана сделаю. Видите мой экран? И открою свою страничку ВКонтакте. Так, вот моя страничка ВКонтакте. Видите, вот здесь вот под фотографией у меня вот такой вот столбик. И здесь, если на него нажать, то будет видно, как бы вот она, активность. По дням, в какой день, сколько новых, сколько не новых посетителей. Чтобы у вас вот эта появилась штучка, у вас должно быть вот здесь вот подписчиков больше ста. У меня, я сначала добавляла в друзей всех, думала, ну как бы рикошетом кого-то найдем, хорошо. Вот сейчас, в принципе, если кто-то не пишет, по какому поводу, я добавляю в подписчики. Если у вас сейчас нету столько, вы можете зайти в свои друзья, то есть вот они вот здесь вот друзья, и тех людей, с кем, может быть, не общаетесь, или кто вам совсем не подходит, не нужен, ну или временно даже, перевести в подписчики, то есть убрать из друзей, и у вас тогда будут, появится вот эта вот штуковина. Включаю дальше. Следующий слайд. Разобрались ли мы с контактом? Поставьте, пожалуйста, плюсики, что можем передвигаться дальше. Так, значит, работа в Инстаграм. Хорошо. Переходим к работе в Инстаграм. Тоже у меня есть видео, где я прям показываю, скрины делала, что, как, кого, чего добавлять, куда нажать, да, то есть если нужно, могу его скинуть. Сейчас лишь в общем, да, алгоритм расскажу. Значит, создаем странички на один мейл, одну страничку. Наши хакеры здесь, вот Юля у нас присутствует, нашла такой способ, что можно к Яндексу, там, если на Яндексе есть почта, например, там, Сорока, вы добавляете еще плюс, Сорока плюс один, это один будет мейл, Сорока плюс два, это другой мейл, то есть можно таким макаром не заводить кучу почт. Ну, я не знала, Яна заводила кучу почт, то есть как вам удобнее, в принципе. Что вы дальше делаете? Создали аккаунт, добавили туда несколько своих фотографий, ну, 5, 6, 10, подписались на человек 20 каких-то популярных и оставили их дни на 5, проходит модерацию странички, там кто-то на вас подписывается, это нормально, не трогайте вы их. Потом постепенно начинаете повышать, то есть пока зеленые странички, первые там 5 дней, и лучше вообще ничего не делать. Потом постепенно увеличиваете, ну, там подписались, 50 действий в час делаете, потом 100 действий в час делаете, да, на совсем свежих, там первый месяц, может быть до 1000 действий на одном аккаунте, а уже когда более-менее он такой, отстоявшийся, ну, тысячи две действия можете делать, да, опять же раскиданные по это самое. Но, вы знаете, вот по инстаграму, я, у меня что-то такое ощущение, что он сейчас, ну, как бы это метод, которым уже не получишь запланированных результатов. По контакту, в принципе, если конкретно спамить, то можно делать, наверное, регистрацию в день, на личный бренд как-то, ну, лично у меня пока регистрацию в день не получается. Да, приходят люди, да, спрашивают, да, ты с ними общаешься, общаться надо, коммуницировать, тогда будет результат. По инстаграму, ну, вот как-то не получается, честно говоря, сколько вот мы уже, допустим, вот у нас у Юли, Юль, сколько, 20 аккаунтов рабочих в обработке в день, и если раньше мы тоже как одно время опробовали методику спама, когда писали, ну, комментарии к сообщениям, там, приглашаем на работу нужные люди, ну, типа такого. Сейчас, Юль, какой текст вы пишете? Напишите, пожалуйста. Метод, по-моему, комплиментов, если я не ошибаюсь, да, классное фото. Знаете, с комплиментами вообще, конечно, цирк, вот у меня сейчас 10 аккаунтов в инстаграме в работе, вот если Юля старается попасть еще в тему, да, то есть как-то красивая фотка, написать там красивое фото, то у меня, вы знаете, смешно, выложила фото работа, вот конкретно там работа просто, да, фотография, и текст там, что приглашаем на работу, там, дым, дым, вакансия какая-то, да, и под ней за сутки три комментария, там, ой, какое классное фото, шикарный снимок, отлично, там, ну, что-то типа такого, знаете, люди совсем порой не в папа отпишут, в общем, здесь задача привлечь к своему аккаунту внимание, и в вашем аккаунте должна быть грамотно оформлена шапочка, вот эта вот, которая вверху, да, вот на эту тему вчера был шикарный вебинар, посмотрите запись по инстаграму, да, там прям подробно расписано, как его оформить, куда нажать, да, вот, то есть здесь важно правильно оформить вот эту вот шапку. Есть, опять же, два подхода в инстаграм, кто-то, есть страничка, ну, вот опять же, у меня, допустим, тоже основная страничка продвижения личного бренда, где вы стараетесь выкладывать натуральные фото, свои, красивые, чем вы интересуетесь, что вы ведете, короткие, маленькие видюшки, и здесь неважно профессиональность видео, это как раз-таки такая вот, как бы, ручная сеть, да, где важна ваша уникальность и естественность, то, что может повторить любой, взял съемку, пошел и вот это вот все дело показал. Поэтому вот что-то такое вот от себя, да, какие-то вещи, то есть есть прокачка личного бренда, и есть рабочие аккаунты, где может быть 5 или 10 каких-то картинок или постов, ну, где видно явно, что рабочий аккаунт. Можно сделать один калаш, разделить его там на 9 картинок, да, это можно сделать специальными сервисами, где будет видно, что работа такая конкретная, да, и красиво оформлена шапочка, что мы протвекаем там, раскручиваем ваш магазин, даем вам возможность, да, обучаем вас раскрутить свой магазин, ну, что-то типа того. Вот, то есть смотрите, тестируете как. Так, и этим аккаунтом вы уже ходите по другим аккаунтам, ставите лайки, ставите, ставите, пишите какие-то комменты, ну, то есть рекомендуется, как вот вчера я с вами говорила, 3-5 комментов, 3-5 лайков, тогда человек больше на вас обратит внимание. Ну, то есть здесь смотрите. В общем, здесь у меня вот пункт 2, здесь больше рекомендации по личному бренду, да, мы полняем контентом каждый день какой-то пост. Это поздравлялки, это прокачка личного бренда, бренда команды, какие-то ваши хобби, увлечения, что-то вот такое вот новенькое. Если будет очень много постов каждые полчаса посты, то люди от вас отпишутся и скажут, что нам, ну, как бы надоело. Поэтому, ну, 2-3 поста в день, в принципе, один можно тоже, да. Вот, примерно вот здесь я написала, подписываемся на людей 140 в час, в принципе, раскрученный аккаунт даст и больше. Ну, опять же, некую там, старайтесь нарушать лимиты. Первую неделю, если вы еще поработаете так вот массово, потом как-то дайте отдыхать аккаунтом, работайте другими. И не сразу махом, а там 150 человек подписались, через час пошли еще 150 подписались. То есть можно так. Конкурентам не имеет смысла ставить лайки, если это, вы видите, там, мамочки в декрете, если вы видите, что это партнеры. Ну, мы можем друг другу поставить лайки, ну, типа, помочь, как бы, да, с точки зрения прокачки аккаунта. Но нет смысла зайти к коллеге с точки зрения вашего именно. Вам это ничего не даст, да. Но вам выгодно, когда вас лайкают. Тогда, если вы особенно с хэштегами ставите свои лайки, и они, там, на вашем посте много будет лайков, то он поднимется наверх, его больше людей увидят, и по вашему посту люди переходят, опять же, на вашу страничку. Вот, поэтому мы стараемся, да, чтобы, как бы, разместить интересный пост, попросить, там, в чат прокачки закинуть порой этот пост, чтобы пролайкали его, чтобы было на нем больше лайков, чтобы он был выше в этом самом, ну, попал в этот топ, да, где вверху, там, такие шесть штучек, да, самые популярные записи, шесть или девять, вот, чтобы он там закрепился. Для этого нужно, чтобы у него были комментарии и лайки. Вот, значит, ну, соответственно, когда вы пишете комментарии к другим людям, ставите лайки другим людям, подписываетесь на них, вы, как бы, привлекаете человека к себе на свой аккаунт. И, соответственно, здесь очень важно, чтобы он был правильно оформлен, шапочка вот эта, чтобы была, ну, и фотографии, чтобы людей привлекли. Ну, и дальше алгоритм такой же. Человек спросил, что за работа. Вы его приглашаете в Viber, либо на Skype, либо на телефон, как-то пообщаться. Да, я общаюсь голосом. Давайте с вами пообщаемся, поговорим. Мне нужен активный там человек. А, и тоже здесь ваш бренд, ваша интересная страничка, это и есть эффективный рекрутинг. Давайте теперь вопросы по Инстаграму, если что-то хотите еще спросить. Вот Галина Шейлина не поняла, что насчет того, что в Инстаграме за сутки добавляются 100 человек. Такая рекомендация, если что-то пишите, какой-то вопрос или комментарий, ну, как-то пополнее его, подробнее пишите, просто не совсем понятно, к чему это говорю. Это я давно что-то, то, что вы написали, вижу только сейчас. Как вы переходите из одного аккаунта в другой? Ну, лично у меня в телефоне, мой телефон позволяет пять штучек одновременно открывать. А у Юли, например, Юль, сколько у вас одновременно, Надя, и у тебя сколько одновременно? По-моему, по 10. Почему-то зависит от телефона. Это как так? Ну, давайте сейчас покажу. Да, допустим, вот он мой открытый аккаунт Инстаграма. Вот, если нажать вот здесь вот справа внизу, справа внизу на значочек, вы попадаете как бы на свою основную страницу. И слева вверху у меня вот переключатели, можно нажать вот так вот и переключиться между теми аккаунтами, которые залогинены. Вот, но это надо подробнее просто смотреть в скринах видео по работе с Инстаграмом. То есть у меня дает пять одновременно. Потом, если мне нужно на другие пять перейти, я из этих вылогинюсь, я захожу на другие. Значит, но есть устройство, например, мой телефон сказал, что больше дивизий он не откроет в целом, да, то есть Инстаграм, он привязывает еще и к устройству. Поэтому рекомендуется, допустим, первые десять с одного телефона, другие десять с другого телефона или с планшета, потому что может Инстаграм заблокировать или сказать просто, ну, с одного устройства больше нельзя Инстаграмов открыть. Такое не у всех почему-то происходит. Ирина, не знаю, как называется эта функция перехода по аккаунтам. Вы просто заходите там, где вот три точечки вверху, и в самый низ спускаетесь, нажимаете «Завершить сеанс» или «Добавить аккаунт». То есть вот как-то так. Попробуйте сейчас открыть, посмотреть. У меня же сейчас, ну, я программой работаю по Инстаграму, то есть и по Контакту, и по Инстаграму. Я столько, я просто не успеваю столько действий делать, да, у меня и там, и там программы, которые работают. По Контакту программа, она требует ежемесячной оплаты, в ней есть интересная партнерка. Вот, она ходит за вас, лайкает, из указанных групп набирает людей, добавляет людей в друзья по тематике из тех групп, которые вы тематически задали. То есть, ну, в принципе, если соблюдать лимиты и периодически менять аккаунты, то нет блокировок. Ну, хотя бы меньше. В Инстаграме программа, один раз мы за нее заплатили, и... уже, собственно, у меня туда 10 аккаунтов забито. Пока вот третий, наверное, четвертый день осваиваю, как она работает. На толком времени нет даже ее освоить, ну, как бы так, зарядила некоторые задачи. Я смотрю, вот лайкает она там, а заметила, что все-таки, когда подписываешься на аккаунты, это дает больше взаимных подписок. Лайки дают лайки, подписки дают подписки, соответственно, да. Вот. Да, вот посмотрите более углубленный вебинар. Ну, понимаете, да, что я в целом как бы по всем вебинарам все в одном вам не расскажу. У нас такой сегодня пробег, да, по разным методам. Вот. Если по инстаграму все, поставьте, пожалуйста, плюсики. Мы двигаемся дальше. Переходим к работе по резюме. Значит, по резюме, ну, вот больше я сейчас к этому методу склоняюсь, да. Здесь, опять же, есть определенный алгоритм, но как-то это все проще, да. Мы составляем сначала свое собеседование, его репетируем, создаем табличку, куда вносим, сортируем данные, потом собираем эти данные, привлекаем к этому новичков и тех, кто не говорит. Ну, например, вот у меня новичок, когда прослушал презентацию, заинтересовался, сказал, да, я буду работать, я его пускаю по шагам обучаться, даю ему табличку для сбора данных, объясняю, как собирать данные, вот где их брать, да, и он уже как бы наполняет эту табличку, дальше прозваниваю я, ну, как бы вот так это происходит. А вот по работе с резюме, вы знаете, я хочу сейчас предоставить слово своему директору с надеждой мы две недели отрабатываем этот метод, да, и сейчас надежда вам немножко поделится, какие результаты, как вот она это делает, да. Отключаюсь, и сейчас у нас слово возьмет надежда. Потом я еще чуть-чуть, еще расскажу. Алло, Надя, что у тебя? Ты знаете, как бывает закон подлости, когда ты ждешь, ты ждешь своего часа, когда тебе нужно будет выступить, вышел вот по какому-то нужному делу, и не можешь говорить. Что ты говоришь, Надя? Что-то ты такое непонятное пишешь, но также слово «говорить» слева, нажимаешь кнопочку, она у тебя должна быть, по идее. Да, как-то запись-то делаем. У тебя есть слева кнопка? А, вот, отлично. Ага, все. Отлично. Хочешь? Ну, я пока отключусь, наверное, или мне с тобой побыть? Я хочу, хочешь? Ну, вот, наверное, потому что я. Я отключусь, тогда тебе слово. Всем доброго времена суток. Как меня слышно? Поставьте ключики, если слышно. Так, во всех слышимость хорошая, замечательно. Меня зовут Надежда Жукова, я директор компании Reflame. И как бы тоже решила идти в ногу со временем и переключиться на более активную работу. Начинала я тоже в Инстаграме, но там, как это вот, как Лена рассказывала, для моего характера это довольно-таки медленно. И я выбрала работу со звон по резюме. Для меня это более как бы активный такой поиск и интереснее. Работаю я только всего две недели этим методом. Это как бы тоже составила свое собеседование. Зашла в YouTube, посмотрела, как люди работают со звону по резюме. Нашла себе оптимально, что-то подправила под себя, текст сделала. Но основные понятия у нас, они идут. Общие. Вхожу я в контакты, забиваю в поисковике, работа по резюме по своему региону. Это Москва, Московская область. Сейчас я ее прорабатываю. И ищу те, где можно зайти без регистрации. Потому что наши новички должны нас повторять, а где регистрация, там это надо платить. Правильно? Поэтому я ищу те сайты, где допуск есть бесплатных контактов. Их переписываю. Вношу на Google диск тоже для сортировки. И потом прозваниваю. Ну, в принципе, я стараюсь где-то 50 звонков в день делать. Есть да, есть нет. Кто-то трубку не берет. Это нормально все. И просто когда вы общаетесь с человеком, можно сначала для новичков даже даете ему просто новичку задание, чтобы он собрал контакты. Именно по резюме. И отправлял вам. Вы просто прозваниваете. Потому что новичку еще сложно. Он подключится, когда уже тоже сможет говорить. Не все могут говорить по телефону, общаться. И еще вариант. Новичок может тоже прозванивать уже сам, кто уже более активный. и отправлять своих кандидатов к вам на собеседование на скайп. Это тоже как вариант. И когда вы с человеком разговариваете, естественно, там есть работа с возражениями. Но это уже дело навыка. Это тоже отработать. Для новичка главное составить хотя бы свое собеседование, отработать его, выучить, отрепетировать его перед зеркалом, перед спонсором. И начинать работать. Потому что чем активнее вы включаетесь в работу, тем лучше будет результат. По статистике, как бы сказать, у меня за две недели 6 регистраций всего и 2 рекрута. Вот я решила поработать хотя бы полгода этим методом. Тогда уже статистика будет более ясна. Потому что невозможно за две недели выявить какую-то статистику конкретную. Потому что при прозвоне, если я 50 звонков делаю, например, где-то 12-15, дают как бы соглашать, что я им высылаю регистрационную форму. Но, к сожалению, они как бы заполняют ее не все. Вот такая статистика. Кто-то сразу отказывается, потому что не рассматривает работу в интернете. С кем-то начинаешь общаться, люди, да, начинают задумываться о чем-то. Потом я им опять повторно прозваниваю и интересуюсь, какие вопросы там появились или что. Иногда отправляю ролик с презентацией. Вот я отправляю крафты. Потому что некоторые хотят подробнее. Ну, говоришь, вроде, ну, кто-то хочет еще подробнее, более темы, такую информацию. Отправляю ролик и отправляю регистрационную форму. Ну, как регистрационную форму самоделать это технически, чисто технически. Поэтому, как бы, это уже со спонсором. Техника эта отработается. Работаю я только пять дней в неделю прозванию, потому что суббота, воскресенье люди отдыхают. И поэтому в это время я собираю резюме, обрабатываю, сопровождаю новичков. Вот пока их еще не густо, но стремлюсь, вот, выход чтобы был побольше. Потому что хотелось бы из 100, хотя бы 10 регистраций, из 100 звонков. Но, опять-таки, это навык. Звоню я людям, и, естественно, выбираю, когда я ищу, приземляю. Более-таки интеллектуальная работа там преподаватели, психологи, администраторы. Продавцы, продавцы, менеджеры тоже, как бы, тоже рассматривают варианты. Все, что более низкое. Если человек пишет, ищу любую работу, то это не вариант. Пробовала, выход. Ну, люди не рассматривают работные перспективы, им деньги надо было еще вчера в основном. Поэтому ищем среди людей более интеллектуального уровня, которые хотят, ну, еще что-то хотят развиваться, которые уже прошли обучение, которые понимают, чтобы что-то достичь, надо обучаться и, естественно, что-то делать. Ну, так, кратко. Если есть вопросы какие-то, сейчас почитаю. Да, в регистрационную форму там у нас есть паспортные данные и скайп обязательно, ссылка на какие-то соцсети, все это, да, там все у нас есть. Да, прозваниваю я по телефону, прозваниваю по телефону, а потом, если уже человек зарегистрировался, форму заполнил, я его регистрирую, потом уже по скайпу направляю его на шаги. Вот у меня есть шести человек зарегистрированных, два уже прошли полностью, уже зашли, как-то, попали в чат-партнер, остальные еще как бы вот так вот шагают медленными шагами. А, собеседование, собеседование, в принципе, если по скайпу, то да, у меня по скайпу было одно собеседование, только так мы общаемся по телефону либо переписываемся. Ну, в принципе, камера, это не... Для меня камера, в принципе, как бы я признаюсь, проблема, но я над этим работаю, потому что перед камерой для меня это немножко ступорит. Ну, растем, развиваемся. Если желание есть, что-то добиться, надо перешагивать свои какие-то нерешительные стороны и учиться, учиться и учиться. Дальше знайте, да, что следует. Ну, вот где-то так. Работают побольше и, ну, может, через месяц, через два, когда будет у вас какой-нибудь, например, вебинар по поводу работы в резюме, тогда я уже вам более подробную статистику предоставлю. Ну, я думаю, этот метод более активный, потому что вы... Да, нет, не знаю, уже человека можно пообщаться. Так что спасибо всем. Тоже присоединяйтесь. Более такой активный и прекрасный метод. По своим регионам работайте. Я вот сейчас отработаю свой регион, пойду же на Россию наступать. Ну, до свидания. Всем спасибо. Спасибо, Надюш. Чуть-чуть, ну, вот, добавлю, да, то есть, смотрите, где-то же у меня, это было дальше. На тему слона есть по кусочкам. Так, ну, ладно, давайте пройдемся. В общем, слона нужно есть по кусочкам. Если сразу человеку скажет, работай по резюме, это достаточно сложно, люди теряются, страшно и непонятно. Вот, поэтому, ну, уже, в принципе, все это как бы слышали, наверное, не раз. Я, когда вот человек приходит, говорит, хочу результат, да, мы с ним разрабатываем стратегию, и дальше, это вот уже момент больше сопровождения, ну, чуть-чуть вот здесь поделюсь уже, как бы в конце вебинара, да, вот, поскольку были такие вопросы. То есть, мы разрабатываем конкретный план, да, чтобы это было ему несложно, чтобы это было ему не страшно. Поэтому сначала, ну, вот, новичок, который приходит, он там обучается и просто набирает эту базу, просто заполняет табличку, да, специальную. У нас в Google Docs все таблички. Это удобно, потому что с любого компьютера, ноутбука туда можно зайти, это раз, и сразу я с человеком, когда делаю табличку, открываем открытый доступ мне, я могу в нее в любое время зайти посмотреть. Так же самое и рекформа, да, у нас одна рекформа на структуру, то есть мы работаем морковками, как это говорят, да, вот, на каждую структуру у нас своя рекформа. Ну, вот, допустим, с Надеждой, там у Надежды уже, как бы, еще несколько человек, кто-то там, если включается, то есть, ну, по одной веточке получается. А все, кто работают, дают одну и ту же рекформу, и человек уже, ну, там, кто успел, тот успел, да, кто под кого попал, тот под того попал. Вот, в Google Docs это удобно, да, можно дать доступ тому, кому нужно, открыть доступ для редактирования при необходимости, вот, поэтому мы пользуемся этим сервисом. Вот, и первоначально с новичком мы сделали, как бы, вот этот вот сбор данных, в принципе, человек научился делать, можно сказать, ну, сразу, да, это легко. Надежда сказала, что заходите в интернет, набираете там в поиске, ищу работу, то есть, в принципе, в интернете много чего можно найти, просто надо поискать, да. Вот. Дальше мы с человеком, то есть он собирает данные, и он готовит свое собеседование. Чем собеседование отличается от автособеседования? Автособеседование это то, что человек смотрит в режиме офлайн, то есть не общаясь с вами, это какая-то запись видео. У меня тоже есть автособеседование, то есть презентация проекта, где я описываю короткий ролик на 12 минут, где я по слайдам прямо разъясняю, что за проект, в чем суть, там, тадын, тадын, тадын. Вот, у меня есть такой, Юля, по-моему, у нас записала тоже такой, и вот у нас, по-моему, сейчас на двоих получается, да, у Юлии свой, у меня свой. Остальное получается либо мой, либо Юля не дают. А, еще Анна на записку. Вот. Ну, я, в принципе, этот ролик не даю, то есть лучше, конечно, с человеком пообщаться так, чтобы у него не возникало каких-то вопросов, чтобы он во время собеседования понял, в чем суть, уже либо зарегился, либо нет, да. Грубо говоря, если человек вам говорит, что я подумаю, значит, что-то вы ему не договорили, значит, не раскрыли до конца тему. И вот первый пункт, да, который, да, составит свое собеседование. Моя задача с моим партнером отрепетировать это, сначала составить такой текст, который ему легко ляжет, потому что, ну, грубо говоря, я могу свой дать шаблон, да, как я прозваниваю. А мне сейчас пока прозванивать-то особо некогда, я уже все забыла, пока всех тренирую, да, или учусь чему-то. Но, тем не менее, да, могу дать определенный шаблон, но кому-то он не ложится. Вот мы проверяли, например, Надежда свой уже составила шаблон, вроде как бы все хорошо, мы его там доделываем, репетируем, а Галина у нас начала, и такая, ой, нет, мне это не нравится. Ну, что же делать, да, то есть зачем человек насиловать? Ну, вот иди, смотри, послушай несколько других разных, напиши свой. Человек пишет свой текст, который ему нравится. Дальше мы этот текст вместе обсуждаем. Не то, что он там что-то написал, что ему пришло в голову, да, и все, и пошел работать. Нет, мы его обсудим, подкорректируем какие-то моменты, да, технику там работы с возражениями, что вдруг говорить, если будут какие-то вопросы. Вот. Дальше, если уже все нормально, текст хороший, мы это репетируем, чтобы язык не запретался, когда звонить будешь человеку. И только потом человек выходит уже на прозвон. Вот. Ну, то есть репетиции всякие там по скайпу, тоже несколько штук мы сделали. Ну, большей частью потом просто я уже послушала, там, как Надя начала прозванивать по телефону, или запись диктофонную послушала, да, там, какие-то корректировки свои сделала. То есть, в принципе, первый месяц, ой, первую неделю, я считаю, что Надежда была вот вообще такая базовая, абсолютно тестовая, когда, как говорится, страх из глаз уходил, да, первый вот этот вот опыт, да, когда ты только осматриваешься, привыкаешь, изучаешь это все дело. И вот вторая неделя уже можно более-менее сказать, что уже такая, как бы, рабочая, да, сейчас мы только вот опыт, как бы, идет, набирается. Поэтому, ну, в принципе, даже вот в таком раскладе за две недели работы уже там шесть регистраций, два рекрута, то есть, в принципе, хорошая статистика. Дальше будет, как бы, лучше, я понимаю, что. Вот. Это вот такой вот алгоритм здесь. Значит, по количеству, что хочу сказать, чтобы были регистрации каждый день, это не десять и даже не сто действий, это тысяча действий каждый день. Кому-то лайк поставили, это же на одна секунда, да, лайк, коммент, приглашение, сообщение, ну, пять собеседований в день дают одну регистрацию, где-то так как-то считайте. Из ста предложений вам примерно десять скажут «да». Из них два-три зарегица, один начнет что-то делать. В принципе, я когда работала по оффлайну, у нас такая же, ой, ну да, на улице, холодным рынком, у нас такая же статистика была. Она примерно сейчас такая же и здесь получается. Ну и как бы, в принципе, я не зову сейчас в интернет-проект, прям так конкретно, да, я заметила, что есть люди, которых пугает понятие интернет-проект, да, просто зову в проект, в партнерскую программу зову, да, ну, надо тестировать, смотреть, что покатит именно у вас, должна быть как-то придумать свою формулировку, да, а вот. Значит, итого вывод, чтобы стать золотым директором, проработайте пару тысяч человек. За какой период времени вы проработаете, то есть что значит проработать, да, предложение как минимум сделать, вот такое конкретное, пригласить человека на презентацию бизнес-возможностей. Вот, проработайте пару тысяч, дальше поговорим. Ставьте себе черточки, галочки там, да, например. Не забывайте, что есть план, анализ и корректировка. То есть мы вот с надеждой, когда сели, не просто там, ну, на тебе резюме, звони, да, у нас есть план на день, план на неделю, когда, какие действия, сколько. Это я еще, кстати, до него еще сильно не добралась, да, прям вот так вот, чтобы за него взяться. Вот, но тем не менее, то, что Надежда уже себе начала прописывать какие-то определенные, ну, может быть, рамки, да, можно сказать, ориентировки, не скажу, что это рамки, просто ориентироваться, что ориентироваться, уже даже из-за этого результат пошел, пошла активность, динамика, да, Надежда, подтвердишь мои слова-то. Вот, и мы смотрим, да, то есть когда я вижу, каждый день Надежда делает отчет, что, сколько звонков было сделано, сколько ответила, сколько не ответила, сколько сказала да, сколько сказала нет. И я вижу результат, собственно. Если там 13 звонков было сделано, ну, понятно, что регистрацию с них нечего ждать. А если я вижу, что каждый день 550 звонков, и у нас пошла динамика на регистрации, то есть это тоже важно, да, для того, чтобы был анализ, нужно каждый день отмечать, что делаем. Это мы тоже в Google табличке делаем, Надежда делает в Google табличке, у меня доступ к этой табличке, но так как я в нее не успеваю заходить, мне Надежда скидывает фото в Viber, просто чтобы я это видела, могла там какие-то корректировки, советы дать, посоветовать. Я веду человека до тех пор, пока он не встал на поток. То есть вот когда видим, что уже все пошло четко, да, то есть вот эту вот ветку, когда можно прекращать ввести, когда вот уже запустился процесс, вот это все идет, регистрация каждый день, и понятно, что с ними делать и так далее. Вот. Поэтому пока не встанете на поток, согласовывайте свои действия со спонсором, лучше каждый день. Ну, я это уже говорила, да, я не работаю перепиской, я обсуждаю деловые вопросы голосом по скайпу или по телефону, или еще вебинар, вот в ВВО, каждый день у нас идут вебинары, можно прийти на вебинар, послушать, после этого уже принять решение. То есть как бы человеку можно, ну, если, например, говорит человек, еще я вам, я подумаю, да, конечно же, спрашиваете, а над чем подумаешь, и здесь уже как бы либо он тушуется, либо говорит какое-то истинное возражение, которое вы можете либо отработать, либо сказать, ну, классически, знаете, как мы предлагаем, я вам предлагаю сейчас зарегистрироваться, получить доступ в свой кабинет. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но вы получаете доступ к обучению, к сопровождающей информации достоверной, вот, и дальше у вас уже будет время видеть, как наполняется ваш интернет-магазин, потому что вы попадаете в раскрученный, динамично развивающийся проект, у вас будут появляться люди. Вот, поэтому не общайтесь с перепиской, экономьте время. Если человек сказал, да, можно попробовать, высылаем рекформу, после нее даем доступ к обучению. Значит, рекформа на каждую ветку своя, это я уже говорила, да, значит, что такое список сопровождения? Я делаю этот файлик тоже, если хотите, я скину в чат партнер, напишите, если надо, там, напомните, то есть, новички, да, они, ну, там у меня настроено, что автоматом из рекформы на следующий лист переходит этот новичок, и там отмечены те действия, которые нужно сделать с этим новичком. Что нужно ему дать? Чтобы он посмотрел презентацию, чтобы он прочитал 10 уроков на салфетках, причем не только прочитал, да, обсудить с ним, что он понял из этого, то есть, у нас, в принципе, есть практика, что мы уроки эти все проговариваем на скайпе, да, что понял человек. Там, Большой раскрывает секреты, этого Эдуарда Васильева, 45 минут, Владимира Полежаева, его классическая презентация по бизнесу, то есть, вот что с этим человеком обсудили, и, например, не только же я, получается, людей в проект включаю, да, вот Надежда свою ветку ведет сама, я туда, ну, хотя нет, тоже я туда, получается, мы с человеком из глубины ее работаем, ну, короче, не суть, в одной ветке несколько работающих менеджеров, ну, допустим, да, вот Надежда на ветку, есть Надежда, есть я, есть еще там начинающая девочка, Влада, которая тоже начинает, мы с ней проект запускаем, да, допустим, три человека, которые своих людей сопровождают, и чтобы не потерялась вот эта вот цепочка, чтобы я понимала, что они делают со своими людьми, и не лезла туда еще раз, например, Юля включила человека, да, там есть графа, кто сопровождает этого человека, и появился новичок, сразу Юля отмечает, что там, отмечает, снова Юля, дальше там, отработала с ним 10 уроков на салфетках, отработала с ним презентацию, посмотрел вебинар ЛТО, посмотрел вебинар Успешный старт, то есть вот это вот все отмечается, и тогда видно, что этот человек узнал, что он знает, и я не повторяюсь лишний раз, да, и дальше с ним можно планировать работу. Регформу делаете специально, или даете ссылку своего рабочего? Нет, у нас специальная регформа, в Google форм, в Google форм, сделаем регформу, ее сделать можно за 10 минут, это не сложно, ну вот на одну ветку у нас одна регформа, получается, конкретно там, те, кто в эту ветку регистрирует, конкретно, один год одного, она дается вот им всем, да, с этим вроде бы понятно, коммуникация, да, то есть, наверное, уже последний у меня слайд, предпоследний, напоследок хочу сказать, что очень важно, не просто получить дат человека, его правильно потом вывести на результат, включить его во все потоки, то есть в чаты, там в программу обучения, и получить первые три каких-то успеха, что он там прошел первый шаг, получил подарок, что он получил первый рекрут, да, подключил, что, ну в общем, какие-то вот удачу какую-то, он должен с чем-то его поздравить, не просто с тем, что он чего-то прочитал, то есть, то, что мы в чате новичок поздравляем, людей, это уже здорово, классно, но здесь я не это имею в виду, я имею в виду, что у него должно что-то получиться, ну и в принципе, что у него должно получиться, 150 баллов у него должно получиться, вот, И процесс рекрутинга должен пойти. И не ждите, что эти люди начнут вам сами писать и вас дергать. Это один на миллион вам будет писать, и такому человеку, на самом деле, немного на него время потратишь, он быстро сам вникнет и сам попрет. А большинством все-таки люди к нам приходят с еще не раскрытыми лидерскими качествами, часто не уверенные в себе, а и вот над этим тоже приходится работать. И, ну, как бы тоже свою меру, знаете, не надо каждый день ему писать. Да, то есть я написала, спросила, ну, что, работаем, не работаем, я тебе видео скинула, посмотрела, не посмотрела. Нет ответа, ну, как бы нет ответа, периодически просто как бы так вот о себе. Как вы даете ссылку из рекформы? Просто скопировать в адресные строки или иначе? Ну, да, в Google Forms когда делаешь рекформы, там из адресные строки. Есть еще сервис, который сокращает ссылки. Google Forms, он дает длинную реку, вот эту вот ссылку, да, и вот, допустим, вебинарная наша комната, тоже длинная ссылка. Есть сервис, в который можно эту ссылочку загнать, и он дает сокращенную, коротенькую, маленькую. В некоторых случаях это удобно. И еще, знаете, как, если, допустим, вы работаете методом, приглашаете человека на вебинар ВВО, и потом только регистрируете, то тоже здесь рекомендуется, ну, да, вот на Google, там, если надо, тоже вам дам прямую ссылку. Если, ну, чтобы не спамились, да, одну и ту же ссылку, если постоянно ее отправлять, ее тоже сервисы могут спамить, и вы даже знать не будете, что адресат ее не получает. Поэтому вот Google использует для сокращения, как бы уникальную, чтобы ссылочку получить. Вот, можно так. Алгоритм удаля новичка. Ну, это уже по сопровождению. Ну, я просто охватила все вопросы, которые писали. Вот, давайте, да, последний уже слайд, тоже как бы. Ну, просто в любом случае, когда начинает человек рекрутировать, сразу возникают вопросы, ой, у меня появился человек, что с ним делать, да. Поэтому здесь это тоже дам, как бы, хотя не совсем это уже рекрутинг. Но, тем не менее. Новичок. Что делает новичок? Во-первых, заполняет рекформу. Дальше скидываем ему ссылку на чат красоты и на чат новичок, где он уже как бы начинает просадиваться, скажем так, да, в общую атмосферу попадает. И даем ему ссылку на сайт с обучением, даем ему пошагово пароли. То есть не сразу куча все пароли, а прошел шаг первый, отчитался шаг второй. Значит, дальше планируем с ним его время, то есть дает расписание, допустим, там, в понедельник я могу 13 до 3 работать, в следующий 3 до 7, то есть, ну, время, сколько он готов потратить на работу. Это время я ему помогаю расписать. Что он должен посмотреть, то есть тоже вопрос задавали, да. У нас много вебинаров, 5 часов, 5 вебинаров в день. Если человек будет их все слушать, то, ну, просто времени не хватит ни на работу, вообще ни на что. Поэтому я акцентирую его внимание с теми, кто вот со мной выходит на контакт. Понятное дело, что это я сейчас идеальную картинку даю, конечно же, не все выходят на контакт, но тем не менее. Те, кто удается планировать, да, и кто хочет сопровождаться, мы с ним планируем, какие вебинары ему стоит посетить. Да, а посетить ему что стоит? Презентацию, успешный старт, продажи и рекрутинг. Далее уже мы с ним планируем, ну, как бы, большей частью, наверное, посещение лидерских вебинаров. И где-то даже вот ограничиваю, что, допустим, вот ты сейчас делаешь свое собеседование, не засоряй себе голову другим. Глава не резиновая просто. Сейчас тебе не нужно там планирование или тайм-менеджмент, какая-нибудь другая там тема или уход за лицом. Тебе сейчас надо максимально быстро отработать свое собеседование. Поэтому все другие дела отодвигаешь, два дня даешь себе на то, чтобы это сделать в собеседовании, а потом мы с тобой дальше уже включаем обучение. То есть, ну, вот таким макаром. А, ну да, вот он как раз. Словно, нам нужно съесть по кусочкам. Вот сюда я это включила. То есть, например, как вывожу человека. Сначала он слушает несколько прозвонов. Параллельно с этим учу его собирать базу. Это я вот говорила раньше чуть-чуть, да. Получается, сейчас повторюсь. Собирает базу для прозвона, а прозванивает спонсор. То есть, новичок собирает, прозванивает спонсор. Тот слушает, смотрит, вникает, учится на этом, да. Составляет тот текст, который ему близок, корректирует, учит, потом уже, ну, вот этот вот, уже статистику потом набираем. Вот, в принципе, на этом все. Много чего можно рассказать. Как-то у нас затянулся вебинар. Вебинар готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи. И активного рекрутинга. Вебинар, наверное, запись останавливаю. Субтитры сделал DimaTorzok